Санитарная очистка и благоустройство 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 Мы предлагаем мастерам города создать на основе этих образов сувениры в различных совершенных техниках. В данном случае фантазия приветствуется. Самое важное, что нужно сохранить образ Элины и Элинки и взять его за основу. Это обязательно нужно оставить цветовую гамму и элементы герба города и, конечно, принести элементы растительности. Поэтому очень ждем всех желающих, кто любит наш город, кто желает ему процветания и развития, кто будет рад продвигать его не только в рамках нашей территории, но и за ее пределами. Ждем участвовать в конкурсе. Сделать это можно до конца апреля. В мае мы уже подведем итоги конкурса и 12 июня мы будем награждать победителей участников на дне города. Устелинцы стали чаще регистрировать свои отношения. За прошлый месяц городской ЗАГС выдал 41 свидетельство о браке. Это на 6 больше, чем в марте прошлого года. Всего с начала 2024 года УЗА Мегеминея связали себя 87 пар. На две пары больше, чем за аналогичный период 2023-го, сообщили в отделе по Устилимску и Устилимскому району службы ЗАГС Иркутской области. О спорте. Две золотых, пять серебряных и десять бронзовых медалей привезли устилимские пловцы с региональных соревнований по плаванию. На весенние старты в Братск со всего Приангаре съехалось более 220 спортсменов. Воспитанники спортивной школы «Лесохимик» достойно представили наш город на различных дистанциях и в стилях плавания. На открытом турнире по волейболу, который проходил в соседней Вихоревке, нашим девчонкам повезло чуть меньше. В своих возрастных группах они заняли второе и третье места. Зато лучшими игроками были признаны Ольга Трашнева и Ксения Четвергова. Подведены итоги спартакиады трудовых коллективов и учащейся молодежи города Устилимска, которая продолжалась около трех месяцев. За это время команду прошли 11 испытаний. Играли в шашки, шахматы, настольный теннис, мини-футбол, волейбол, баскетбол. Состязались в стрельбе, плавании, в гиревом и конькобежном спорте, в лыжных гонках. По итогам общекомандного зачета первое место заняла сборная группы «Элим». На втором месте охранное предприятие «Ангара» тройку лидеров замкнуло общество «Динамо» – межмуниципального отдела МВД. Всего участие в спартакиаде приняло 9 команд. Победители и призеры соревнований получили подарки от благотворительного фонда «Элимгарант».